Здарова ребят, с вами Илья и это наша Игродень. Сегодня у нас необычное, нестандартное видео для нашего канала и это будет такой пилотный выпуск битвы игр на андроид. Ребят, сегодня у нас будет тематика CSGO подобных игрушек на андроид и мы выясним в баттле какая же игрушка лучшая в таком жанре. Часто мне на самом деле пишут в личку и просят показать именно лучший клон CSGO на андроид и я бы выделил именно две игрушки в таком стиле. Сегодня прошу вас проголосовать какая из них лучшая, поэтому всем приятного просмотра. Первая игра на сегодня это игрушка Stand Off 2, которая реально очень похожа на CSGO. Игрушка имеет такую же менюшку, очень похожие элементы в меню и конечно же все те же такие режимы. Визуальная игра тоже очень походит на CSGO и это трудно отрицать. Те же пушки, те же текстуры, графика очень приближена к CSGO и за это разработчикам реально просто респект. На самом деле они шагнули вперед по сравнению с первой частью и выдали реально офигенный графон. Если спросить меня, то на данный момент я бы выделил именно эту игрушку как самую похожую на CSGO и думаю вряд ли кто-то со мной поспорит. Так, ну и вторая игра на сегодня это тоже игрушка, которая на мой взгляд является эталонной в таком стиле и это игра Critical Ops. Когда-то это была одна из самых пожалуй популярных и любимых игр нашего канала и по ней по-моему в 2016 мы реально активно стримили и угорали вместе с вами. Блин, реально прям молодость эту вспомнил и как-то даже решил поностальгировать. Ребят, может быть даже как-нибудь опять стрим по Critical Ops сделаем и вернем те времена. Напишите как вам такая идея. Ну, так вот, Critical Ops тоже крутая на самом деле по-своему и имеет массу классных режимов, что радует, обновляется тоже очень часто. Видно, что проект живой это здорово, онлайн тут тоже отличный, так что точно стоит поиграть. Кстати, если две картиночки вот так вот свести, то по графике я бы все-таки отдал предпочтение игрушке стенд-офф, а вот в плане физики на мой взгляд Critical Ops чуточку лучше. Вот как-то так, ребят. Ну и теперь давайте поэтапно сравним две игрушки и выделим какая же из них лучше по-своему. Ребят, вы напишите в комментариях, какая игра вам больше нравится, голосуйте Critical Ops или стенд-офф и комменты мы потом прочитаем и подведем такие итоги. Ну, от меня я давайте сравню по пяти параметрам эти игры и первый параметр это графика. Как я говорил, графика здесь все-таки лучше в стенд-офф 2 на мой взгляд, поэтому именно этой игрушке даем балл. Второе, это геймплей и тут все-таки Critical Ops чуточку поинтереснее. Третье, это наличие читеров. Я, конечно, не так часто играю в Critical Ops, но по-моему в стенд-офф 2 их гораздо больше и они там какие-то прям вообще суровые, поэтому тут отдадим балл вновь игрушке Critical Ops. Четвертое, это онлайн. Ну, тут, наверное, выделять какую-то из них сложно, поэтому дадим каждый по баллу и там и там отличный онлайн, поэтому играть будете быстро и поиск игроков тоже осуществляется быстро. Ну, и пятое, это количество режимов и карт. Ну, и тут опять же очень сложно выделить какую-то из этих игрушек, потому что карт и там и там много, режимов тоже и там и там много, но все-таки стенд-офф 2, опять же, чуть больше походит на CS GO, поэтому ей дадим балл, потому что режимы здесь больше похожи на CS-овские. Ну, вот как-то так, ребят, по баллу. Напишите вашу точку зрения касаемую этих двух игрушек и мы выясним, какая же лучше и даже подведем, наверное, опрос, поэтому тоже в опросе участвуйте вверху, в правом здесь углу. В общем, выясняем, какая игра лучше из этих двух и подведем итоги в следующем выпуске данной рубрики. Ну, а так, ребят, напишите, как вам такая вообще рубрика, стоит ли делать такие сравнения и если лайков будет много, то обязательно устроим такой формат. Ну, а так, заканчиваем на сегодня, до скорых встреч и пока. Субтитры сделал DimaTorzok